2 октября в краевой библиотеке имени Шишкова свою новую книгу презентует известный в краях журналиста, теперь уже и писатель Сергей Тепляков. Это книга о Василии Макаровиче Шукшине, приурочена к 90-летию актера, режиссера и земляка. Называется «Василий Шукшин. А любить надо». Об этом произведении поговорим сегодня с самим автором у нас в гостях Сергей Тепляков. Здравствуй, Сергей. Добрый день. Ну, если перечислять твои книги, то часть из них точно посвящена нашим известным землякам Валерию Золотухину, Михаилу Евдокимову. Вот теперь о Шукшине. Неужели об этих людях еще не все известно? Ну, наверное, не все. Вот, кстати, книгу показать. Может быть, кто-то потом узнает обложку. Ситуация в чем? Есть люди, о которых можно писать, я думаю, очень много. И вот эти люди, о которых было сказано, Золотухин, Евдокимов и Шукшин, они, видимо, как раз из этого ряда. Потому что о Шукшине на самом деле в биографических книг две. Коробова и Варламова. Коробова вышла еще в советское время, Варламова вышла относительно недавно. И там три или четыре года назад она была издана в нашей серии «Алтай. Судьба. Эпоха». Она большая, хорошая, отличная книга. Но она написана из Москвы, а я хотел написать книгу с Алтая. Потому что Василию Макаровичу все-таки связь его с Родиной, она была очень сильная. Она его подпитывала, и он же в конце жизни хотел уехать на Алтай, потому что он хотел, чтобы вот здесь в Сросках сесть и вот в этой вот в доме матери писать, 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 писать. Потому что Сроски необыкновенное место, там каждый, кто там бывает, понимает, что там какая-то энергетика, и Василий Макарович неспроста там родился. А на какого читателя рассчитана эта книга? Вот что нового о Василии Макаровиче можно из нее подчеркнуть? Ну, ты говоришь, что она отличается от двух других книг. Книга рассчитана на любого читателя, начиная, например, я думаю, лет с десяти. Когда человек уже там начинает думать, вглядываться в этот мир, как сам Василий Макарович в свое время тоже в него вглядывался. Что нового в жизни Василия Макаровича масса событий, которые, может быть, там освещены не так, как их стоило бы освятить. То есть есть же великая тайна, откуда взялся Василий Макарович. Вот почему взялся Шукшин, понимаете, там у нас в Сросках все-таки немало народу жило. И в Алтайском крае миллионы людей, понимаете, а Шукшин один. И я вот хотел понять, как это все получилось, почему, и что пытался нам Василий Макарович рассказать своими рассказами, своими повестями. Потому что есть такая интересная вещь, я просто заметил ее, очень массу вещей из своей жизни Василий Макарович вставлял в свои рассказы. И вот через рассказы можно понять его жизнь. И поэтому у меня вот книжка, это такое как бы и литературоведение, и биография, и вот там вот все сливается. Потому что тогда не было таких вот интервью, как сейчас, когда человек спрашивает просто там напрямик в лоб о жизни. А как вот вы там поступили? А как вы сделали то? А как вы сделали это? Тогда же интервью были, знаете, там о вечном, о возвышенном. А Василий Макарович, у него масса фактов в его жизни, вплоть до того, как он работал во Владимире, когда он скитался по стране. Они в его рассказах, как вот, как жемчужинки такие есть. И вот я пытался все эти жемчужинки выловить. А вот насколько сложно было собирать материал, потому что знаю очень много фотографий в книге? Я не могу сказать, что сложно. Откуда эти фотографии? Просто фотографии, да. Во-первых, я и в нашем музее истории, литературы и культуры, они поделились, большое им за это спасибо. Андрей Каспишин, наш фотограф, я пришел к нему, там Андрей спросил, что у него есть, и большущий фотоархив взял, перелопатил его, еще даже в дегативах, сканировал фотографии. Там есть, например, редкие фотографии Патриарха в 91-м году в мае, когда приезжал на Алтай, и он приехал в Сросске в том числе, и есть фотографии, когда Патриарх стоит в комнатке Шукшина, и у него такой офанарелый вид, потому что он, наверное, не представлял, что вот это вот, вот это вот, то самое место, где вот этот Василий Макарович сидел там на своей машинке, писал свои рассказы. Это, конечно, сильно, по мозгам, когда ты заходишь в этот домик и понимаешь, что вот ты достиг эпицентра. То есть очень много фотографий, которых в каких-то других книгах и не найти о Шукшине? Ну, есть, я думаю, четверть фотографий, которые никто нигде не видел никогда, потому что, ну, естественно, есть фотографии, которые очень-очень сильно растиражированы. Но я старался их более-менее избегать, потому что есть книги биографические, которые, вот главный герой умер, тут книга и кончилась. А у меня книга продолжается, потому что жизнь Василия Макаровича, она продолжилась, потому что есть дети, есть чтение, есть книги, есть фильм о нем, его и так далее. И вот поэтому у меня есть большой блок вот того, что было после, после смерти, потому что, в принципе, жизнь, она, может быть, даже и началась. А большой ли тираж издания и можно ли где-то купить книгу? Ну, тысяча экземпляров. Ну, купить ее, вот, можно будет на презентации, которая будет в библиотеке Шишкова, ну, а дальше посмотрим. Ну, не будем говорить, наверное, сколько она стоит, а в библиотеках она будет? Например, могут ребята какие-то прийти почитать? В Шишковку я подарил книги. В другие библиотеки, ну, если люди у меня закупят, я буду рад. Ну, ездить по краю и раздавать, и даже чисто физически. Не планируешь. Давай еще раз тогда, у нас времени мало остается, напомним, где презентация будет, где можно еще раз узнать про эту книгу получше, посмотреть ее, полистать. Книга будет презентована в библиотеке имени Шишкова в Барнауле 2 октября, это День памяти Шушина, в 16 часов. Всех буду рад видеть, в милости просим. Спасибо, Сергей. Спасибо вам, приходите тоже. Я напомню, что сегодня мы говорили о новой книге известного журналиста и писателя Сергея Теплякова, которая посвящена Василию Макаровичу Шукшину.